Азербайджан 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 Буквально недавно мероприятия в Ташкенте были обсуждены новые идеи, новые проекты и промышленной кооперации, и сельскохозяйства, и градостроительства. По всем направлениям идет процесс, который должен идти между братьями. Я очень вам благодарен за ваше отношение. Я вспоминаю свои визиты в Узбекистан с большой теплотой, с большой любовью, вспоминаю то гостеприимство, которое было оказано. Также хотел бы еще раз выразить благодарность за участие в восстановлении Карабаха. Это первый иностранный проект, который финансируется иностранным государством. Это школа, которую вы лично дарите бывшим беженцам. Мы очень за это благодарны. Азербайджанский народ это высоко ценит. Строительство идет успешно. Дай Бог, в этом году будем открывать. Вместе отмечать. Еще раз добро пожаловать. Большое спасибо, уважаемый Ильхом Гайдарович. Мне очень приятно пребывать на такой родне, близкой нам, близкой стране, дружественной стране в Азербайджане. На самом деле мы готовились и сегодня с первой минуты мы чувствуем такое гостеприимство. И мы как будто у себя дома находимся. Вот за это большое спасибо. На самом деле, как вы уже отметили, наши системные встречи дали нашему стратегическому партнерству совершенно другое восприятие. И за последние годы мы с вами сделали очень большой рывок наших двухсторонних отношений. Как вы уже сказали, что наши команды тоже уже работают совершенно по-другому. Поэтому есть реальные результаты, о которых, наверное, каждая наша встреча способствует дать импульс нашим отношениям, нашим договоренностям. И я думаю, что наши команды, которые мы с вами сказали, что мы будем жестко контролировать, они выполняют, я говорю, вовремя. Потому что вы уже отметили интенсивных наших встреч в нашей команде. На следующем, в прошлом году, в декабре, наш сам премьер Барханжаев на ней встречались. Вот недавно я принимал нашу, я сам принимал Микаэла, мы очень много сидели, обо всем говорили. И это, понимаете, тот результат, когда впервые у нашего взаимоотношения встречается регион и провождение такого делового форума. Это очень о многом, о многом говорит. И вы знаете, если говорить, то вы сейчас отметили о новых проектах, проекты, ну просто вроде бы встретились, но мы к этому очень серьезно готовились. И проекты на 800 миллионов долларов. Это говорит о том, что мы, на самом деле, у нас есть большой, огромный потенциал. И вот особенно вот форум регионов и проведение делового совета, там очень присутствует много предпринимателей. Я со всеми руководителями городов, которые побратимы, это Ташкент, Самарканд, Бухара, Хивакакан, разговаривался. Ну я говорю, ну вот вы встретились, я завтра поеду к моему брату Ильхану Гейляровичу. Что, о чем будем говорить? Вы будьте уверены, что мы все, что мы договорились, будем воплощать и решать. Конечно, наши отношения и многое мы с вами договаривались, вот скоро уже начнет серьезный результат по автомобиле строительства. Это новые наши марки, наши автомобили будут. Вот в этом марте производство начнется и в сентябре. Три тысячи и семь тысячи. Это уже совершенно другая марка, другое качество. Я думаю, второе. Мы договорились о Хлакоу-классе. Уже наши оба команды договорились, есть земли выделены. Я думаю, что мы это тоже добьемся, тех результатов, о которых мы говорили. В Шелководстве у нас очень много проблем были. Я думаю, они очень хорошо решаются. Они работают, наши руководители, наши предприятия Шелководские. Мне докладывают, как у себя дома. Нам создают условия, как у себя дома. И мне докладывали, что по машиностроению тоже все вопросы, преференции уже на уровне парламента решаются. И это уже говорит о том, что перспективы будет очень много. Наши совместные проекты в этих отраслях тоже. Нефтегазовые отрасли, Сакар, у меня большой проект, который сейчас ТЭО готовится. Но я думаю, это ТЭО тоже потихонечку будет продвигаться на проект. Я думаю, сегодняшняя наша встреча, наше участие в движении неприсоединений. Я особо хочу сказать и отметить, что авторитет этой организации неприсоединений повысился под председательством. Конечно, Азербайджана под вашим чутким председательством авторитет повысился. Понимаете, специальная резолюция Организации Объединенных Наций по вакцинам вышла. Есть эти парламентские составляющие, молодежные составляющие. Я думаю, что это историческое председательство Азербайджана и движение неприсоединений. Все государства ощутили тот задор, тот настрой, то в это сложное время найти и поднять уровень этой организации. Это только подседательство Азербайджана. Так что я этим искренне хочу вас поздравить. Еще раз я рад с вами встречаться. Я думаю, у нас хорошая возможность обвиняться в мнении и послушать нашу команду. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...